приветствую вас на канале профи принесли на ремонт смартфон honor 10 lights проблемы не включается не заряжается проведем диагностику и постараюсь выявить неисправность а также объявлю о начале следующего розыгрыша как обычно надеюсь что ролик будет просмотрен вами полностью без перемоток для развития нашего канала не переключайтесь начинаем итак начнем с проверки подключаем к лабораторику потребление нет даже если наклонять в разные стороны штекер кабеля признаки жизни отсутствуют переходим к разборке сим лотка нет поэтому переходим к отклеиванию задней крышки поддеваем и добавляем бензина калоши берем пластиковую карточку и отклеиваем цветная пленка начала отделяться от основы крышки скорее всего задняя крышка подвергалась нагреву вероятно от солнца а значит что крышка уходит под замену отклеиваем аккуратно чтобы не порвать шлейф сканера отпечатка пальцев откручиваем винты верхней части и отчелкиваем прижимную пластину отключаем шлейф сканера чтобы можно было убрать крышку после заметил следы попадания жидкости в нескольких местах о чем нам также говорит красный индикатор следы окислов также присутствует на задней крышке отключаем шлейфы от системной платы чтобы вынуть ее для оценки масштаба окисления и с обратной стороны находим еще более печальную картину сим приемник у нас полностью был залит жидкостью скорее всего через него она и попала также это видно и на рамке скорее всего смартфон пытались просушить и он подвергался нагреву итак едем дальше оценим нижнюю часть смартфона откручиваем все винты вынимаем антенну и динамик отключаем шлейф и коаксиальный кабель отклеиваем нижнюю плату снимаем резиновые уплотнители следов попадания жидкости не обнаружено значит жидкости здесь не было можете сами оценить плата идеально чистая следующий этап поверхностная чистка от окислов при помощи изопропилового спирта межплатный шлейф к сожалению также попал под воздействие жидкости тщательно все очищаем снимаем защитный экран визуально следов влаги не обнаружил процессор и модуль памяти залиты компаунтом это уже хорошо есть шансы на спасение также проверил все под микроскопом все разъемы и компоненты следы окислов очищены поражение неглубокое пропайка не требуется но это только внешний осмотр не исключая что влага попала и под некоторые микросхемы такие как контроллер питания он находится под экраном сушим плату следующим шагом нужно толкнуть акб я уже проверил он в нуле заодно проверим жив ли он и так потребление есть значит акб еще живой зарядим его до минимальных 3 7 вольта перед тем как подключать акб плате проверим сопротивление на разъеме подключения акб нет ли у нас короткого замыкания в принципе норма можно пробовать запускать смартфон подключаем шлейфы и пробуем подключить зарядку как видим потребление нет переподключаем клемму акб появилось потребление и пропало видимо плохой контакт акб нажмем и оно выросло инициализация есть потребление стабилизировалась отключаем отключаем акб и подключаем дисплейный модуль снова все подключаем и пробуем получить картинку потребление есть и картинка появилась ждем загрузки итак смартфон загрузился проверим тач тач работает но есть фантомные нажатия то ли из-за разбитого модуля то ли из-за попадания жидкости в нижней правой части модуля в любом случае модуль под замену соберем смартфон с подключенными камерами и динамиками и включаем проверим все ли работает камеры работают боковые кнопки работают проверяем звук но звука нет мобильную связь проверить нет возможности так как отсутствует сим лоток но вайфай работает по поводу зарядки заметил что индикация отсутствует и по потреблению есть вопросы уж очень малое отключаем зарядку и телефон работает на остаточном заряде акб а с подключенным питанием видимо от лабораторника начать все вопросы контроллеру питания и его обвязки буду согласовывать заказчиком объем работ затраты и риски в общем заказчик отказался от дальнейшего восстановления я с ним согласен идем по списку замена задняя крышка дисплейный модуль межплатный шлейф акб скорее всего кп под вопросом остался работа сим-карты отсутствие звука плюс ко всему оплатой моей работы в итоге ремонт не рентабельный напишите в комментариях вы бы взялись за такую работу учитывая риски или стали бы оплачивать за восстановление этого смартфона если бы он был ваш видео получилось не ремонт а диагностика но надеюсь вам понравился выпуск а теперь к розыгрышу приз 500 рублей на счет вашего мобильного оператора связи для этого нужно поставить лайк быть подписчиком нашего канала и оставить комментарий по теме видео итоги через месяц на этом я с вами прощаюсь всем мира удачи прямых рук и до новых видео пока